Благодарю, господин президент. Я и в прошлом году участвовал в этом мероприятии. Еще раз благодарю за приглашение. С вашего позволения хочу коснуться вопроса западного Азербайджана. Мы в Вашингтоне несколько дней назад встретились с представителем общины западного Азербайджана. Подробно обсудили этот вопрос. Мы знаем, как предвзято обсуждается этот вопрос. Ни у кого нет информации об изгнании оттуда 300 тысяч азербайджанцев. При этом никаких компенсаций не выплачено. Это никак не обоснованно. Я рад, что такая встреча была проведена и мы были проинформированы. Мой вопрос связан с КОП-29. Как вам известно, у Запада свои идеи, связанные с влиянием декарбонизации на жизнь мира. Возможно, это произойдет не сегодня. Хорошая мысль, но насколько она реальна? Я искренне могу сказать, что нефть и газ сохраняют свою актуальность. Я представляю США, где на это потрачены сотни миллиардов долларов. Однако в прошлом году США добились наибольшего в своей истории объема добычи в нефтегазовой сфере. Это произошло в период администрации Байдена. Администрации, которая привержена вопросу зеленой энергии. Мой вопрос таков. Вы скоро будете принимать КОП-29. Вы нефтегазодобывающая страна. В прошлом году вы сказали, что будете идти вперед в области возобновляемой энергии. Вы можете двигаться вперед в обоих направлениях. Здесь вы в некотором смысле можете управлять этими нарративами. То есть в чем заключается ваш посыл миру? Да, мы привержены зеленой энергии, но эти технологии еще не полностью готовы. Это очень дорогие инициативы. Мир еще не готов к этому. И как вы сказали, ваша страна может стать мостом между глобальным югом и глобальным севером. Вы добываете нефть. Из вашей страны в Италию протянулся трубопровод. В чем с этой точки зрения заключается ваш посыл, связанный с жизнью в гибридной атмосфере? То есть использовать виды полезных ископаемых, в то же время обеспечить внимание возобновляемой энергии? Благодарю. Если мой посыл можно выразить коротким предложением, то это было бы «прекратите лицемерие». Это краткий посыл. Но чтобы немного раскрыть тему, я хочу сказать, что с нашей последней встречи Азербайджан добился существенного прогресса в области возобновляемых источников энергии. Мы ввели в эксплуатацию первую солнечную электростанцию мощностью 230 мегаватт. Сейчас идет строительство ветряной электростанции мощностью 240 мегаватт. Скоро мы проведем церемонию закладки фундамента третьей солнечной электростанции мощностью 240 мегаватт. Первая была построена компанией «Мастар». Строительством второй в настоящее время занимается «Аквапауа». А третью, как мы ожидаем, построит «Бипи», то есть ведущие энергетические компании мира. Кроме того, в прошлом месяце в Баку мы провели церемонию закладки фундамента трех солнечных и ветровых электростанций общей мощностью 1 гигаватт. Так что мы проводим большую работу в этом направлении. У нас есть большой потенциал, как технический, так и экономический. По данным Международной финансовой корпорации, входящей в структуру Всемирного банка, потенциал офшорной ветроэнергетики в Азербайджане составляет 157 гигаватт. Экономический потенциал солнечной и ветровой энергетики на суше составляет 27 гигаватт, что ясно указывает на то, сколько мы можем производить. Это огромный потенциал. Плюс мы сейчас находимся на заключительной стадии разработки технико-экономического обоснования. По зеленому энергетическому кабелю от Каспийских офшорных ветропарков до Румынии по дну Черного моря. Потенциал этого кабеля составит 4 гигаватта. Мы подписали соглашение с компанией Аквапауа о строительстве хранилища, поскольку одной из проблем возобновляемых источников энергии является отсутствие хранилищ. А теперь, благодаря новым технологиям, есть хранилище, где можно аккумулировать энергию. Первое хранилище с такой батареей будет рассчитано на 200 гигаватт. Мы делаем все это, привлекая иностранные инвестиции и вкладывая собственные деньги. Кроме того, это сэкономит нам много природного газа, в котором сегодня Европа остро нуждается. Я говорю, что важно положить конец лицемерию, потому что, с одной стороны, Европа просит нас увеличить добычу и транспортировать газ в Европу, так как она серьезно нуждается в нем. С другой стороны, они это не финансируют. Это была одна из тем моих обсуждений с европейскими коллегами. Европейский инвестиционный банк полностью прекратил финансирование проектов, связанных с ископаемым топливом. Европейский банк реконструкции и развития почти полностью прекратил финансирование таких проектов. Южный газовый коридор, представляющий собой интегрированную систему трубопроводов протяженностью 3500 километров, полностью заполнен. Он работает на 100% мощности. Со стороны европейских стран существует большой спрос на дополнительный газ. Буквально пару дней назад мы подписали соглашение с компанией из Словении, которая, вероятно, станет девятым партнером Азербайджана, то есть потребителем. Но европейские финансовые институты прекратили финансирование. И они хотят, чтобы мы расширили южный газовый коридор Танап с 16 до 32 миллиардов кубометров и трансадриатический трубопровод с 10 до 27 миллиардов кубометров. То есть, чтобы инвестировали миллиарды долларов. Кстати, я могу сказать вам, что мы до сих пор не окупили затраты на южный газовый коридор. И мы все еще возмещаем их. Все, что мы зарабатываем от продажи газа, идет на финансирование, я имею в виду на погашение долгов. Они хотят, чтобы мы вложили дополнительные миллиарды, в то время как в ЕС говорят, что через 10 лет или, может, даже меньше, газ им будет не нужен. То есть мы должны быть сумасшедшими, чтобы инвестировать миллиарды в то, что им не понадобится. А потом они смотрят нам в глаза и говорят, где наш газ? Так что мой посыл – прекратите эту игру. Вы знаете, что без ископаемого топлива жить невозможно. Это первое. Во-вторых, я знаю, сколько европейские компании инвестируют в возобновляемые источники энергии. И я аплодирую им за это. Они проводят отличную работу, но международный анализ показывает, что независимо от того, сколько они инвестируют, они все равно столкнутся с нехваткой. Им все равно понадобится дополнительная энергия. Поэтому мы работаем над кабелем, о котором я только что говорил. Более того, всего пару месяцев назад мы подписали меморандум о взаимопонимании с Узбекистаном и Казахстаном для оценки возможностей прокладки подводного кабеля в Каспийском море. Поскольку эти две страны также обладают большим потенциалом в области возобновляемых источников энергии. И некоторые проекты уже реализуются. Таким образом, если все пойдет по нашему плану, у нас может появиться кабель зеленой энергии, который протянется из Узбекистана, Казахстана через Каспий, Азербайджан, Грузию, Турцию и далее в Румынию. Этот проект был бы даже крупнее, чем Южный газовый коридор, но нам нужно сотрудничество и нам нужна координация. Каждый февраль, уже, я думаю, в девятый или десятый раз, мы проводим в Баку консультативный совет Южного газового коридора с участием десятков стран, соприседателем которого являются Европейская комиссия и Азербайджан. И одной из тем является именно зеленая энергия. Мы выступаем за синергию, потому что если вы делаете что-то одно и не делаете другое, то результата не будет. Синергия – разумный подход и, конечно, баланс интересов между производителями, транзитерами и потребителями. И, конечно, баланс интересов между продюсерами, транзитерами и потребителями.